Международная академическая школа Одесса преображается. В просторном дворе современного образовательного комплекса высадили композицию из белых и красных роз. Сделать территорию учреждения по-весеннему яркой и цветущей решили во время очередного субботника. Высаживали цветы ученики младших классов вместе со своими учителями и президентом Международной академической школы Одессы Сергеем Киваловым. В школе будущего сегодня побывали и корреспонденты репортера. Со дня открытия Международной академической школы Одесса не прошло и года. Но за это время одесситы успели заметить, что прилегающая к учебному заведению территория значительно преобразилась. Улицу Академическую вдоль школы украшают хвойные деревья и молодые сакуры, которые совсем скоро будут радовать своим первым цветением. А сегодня во дворе учебного заведения были высажены кусты белых и красных роз. По традиции в высадке новых зелёных насаждений принял участие президент Международной академической школы, почётный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов вместе с учениками первых-четвёртых классов и их учителями. Мы сегодня здесь решили высадить розы. А роза – это королева всех цветов. И здесь будет очень красиво. Мы в своё время осенью высадили хвойники здесь, высадили аллею сакуры. Посмотрите, как она принялась практически вся. И сегодня ещё озеленяем двор. В Национальном университете, Одесская юридическая академия и Международном гуманитарном университете уже много лет существует традиция – проводить субботники по озеленению города и, в частности, улицы Академической. Именно силами студентов, преподавателей и сотрудников этих вузов было высажено более 20 тысяч деревьев. Так появились зелёные склоны и благоустроенная набережная на 8-й станции Большого фонтана, липовая аллея по улице Академической, парковая зона во дворе МГУ на 5-й станции фонтана. А теперь к этой миссии по облагораживанию территории города присоединилась и Международная академическая школа – Одесса. Посмотрите, какой мы двор сделали. Теперь хотим озеленить его полностью. И не только свою территорию, школьную территорию. Мы хотим озеленить и улицы прилегающие, и улицы нашего города. Вот это наш реальный вклад наших студентов, наших школьников, наших сотрудников, преподавателей в озеленение любимого города, города-героя Одессы. Сегодня Сергей Васильевич, президент Международной академической школы Одесса, вместе с начальной школой высаживали розы. Это очередной субботник, который произошёл на территории Международной академической школы Одесса. Сергей Васильевич своим примером показывает, как нужно делать город лучше, территорию школы лучше. Куда ни зайди, это и Международный гуманитарный университет, и Национальный университет, Одесская юридическая академия. Это всё такое, как зелёный оазис. И ёлки, и хвойные растения, и вот даже мы здесь видим сакуры. Они очень украшают наш город и территорию учебных заведений. Скоро эти розовые саженцы зацветут и наполнят школьный двор восхитительным ароматом. Ученики не только с радостью наблюдают, как преображается школьный двор, но и каждый раз стараются принимать в этом активное участие. Сегодня мы высаживали розы. Каждую розу мы делились на группы, чтобы в будущем мы знали, какая наша роза. У нас есть общая роза общего нашего класса. Вон она там происходит. Когда мы будем в 8-9 классе, то мы будем проходить мимо этих роз и вспоминать, что мы высаживали эти розы по группам. Нам очень нравится тут учиться. Это, кажется, второй или третий раз, как мы уже садим разные растения. В этот раз мы посадили розочки. И у каждого из нашего класса практически есть своя розочка. Такие субботники довольно необычные. И мне они нравятся, потому что, во-первых, мы на природе, и это прикольно. Учителя школы будущего отмечают, что подобные мероприятия по душе всем учащимся. Таким образом, дети приобретают навыки взаимодействия в коллективе, а также чувство любви к природе и родному городу. Надзвичайно подобается территория школы. Сама школа. Я только что с коллегой говорила про эту атмосферу, которая тут панует. И я сказала, что надзвичайная атмосфера. Потому что такой атмосферы нет в жодном куточке Одессы, нашего города. Какой-то тут другой запах, другие цветы. И школа – это окраса этого района, этой улицы и вообще Одессы. Сергей Васильевич Кивалов очень часто интересуется жизнью наших учеников, их учебой. А также прививает им любовь к нашей школе, к ее территории. И совместно с детьми принимает всегда участие в облагораживании территорий. Коллектив Международной академической школы Одесса планирует высадить еще немало весенних и летних цветов, которые будут украшать территорию школы на протяжении всего теплого времени года. А это значит, что социальный проект по озеленению города, стартовавший более 20 лет назад по инициативе Сергея Кивалова, становится еще более масштабным и приносит свои результаты, преображая город, делая его красивым, уютным и комфортным.